Бонджорно, геймоголики! И добро пожаловать в Поиграем с Паста Спагетти! Меня зовут Виконто, и с вами в студии записи видеоигр в прекрасной Флоренции. Кроме меня, также мой верный Кастильон. Эээ, Дэвид Брэдли. Эээ, а нахуй я тогда итальянцам представился? Я не знаю, но я в твои эти гейские игры не собираюсь играть. Но мы же Ларпите договаривались вместе, а теперь я униженный, а ты как с гуся вода с тебя обтекло. Это потому что я жирный. Ну, ну ладно тогда. Ну вот, продолжаем исследовать катакомбочки прикольные. По-моему, мы полностью открыли карту первого яруса. По-моему, или точно? Точно, точно. Вот мы в очередную кладовую даже зашли тут. В очередную клаку, скорее. Ну, это правда. Ну, давай вот сейчас мы немножко успокоились. Мы немножко сейчас спокойные. Выпили немножко воды, прохладились. Да, давай обсудим что-то хорошее. Давай, что мы обсудим? Давай обсудим, давай обсудим, знаешь что? А давай обсудим такую вещь, как и литературу. Хорошо. Что тебе в литературе вот нравится больше всего? То, что она скучная или что? Ну, мне в литературе нравится, что если у тебя как бы язык подвешен, то ты можешь за нее хорошие оценки получать, даже если не читал ничего. Это правда, можно сдать любой экзамен по греховности и нищете Достоевского, например. Да, да, да. По гордости и предубеждения Тургенева. Хорошие книги. А что тебя в русской классике вот цепляло так вот, знаешь, именно так, что ты даже не потому что задали читал, а потому что вот прямо вот вскочил у тебя? Ответ ничего, наверное, тебя не удовлетворит. Нет. Поэтому я сейчас подумаю над более хорошим ответом. Блять, решетка закрытая, нахуй. Да, что ты там гуглишь что-то, что ли, опять? Да. Пытаешься знания в интернете найти, да? Нет. Да. Нет. Стабильно, да, это все нахуй способно. Нет, 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 ты сейчас выдумываешь это, а я говорю тебе как есть, окей? И если ты мне не веришь, то не верь, пожалуйста. Как есть, никак есть. Ничего у тебя нет. У тебя нет багажа интеллектуального, вот мой вызов тебе. У меня гигантский интеллектуальный багаж, проверь меня, давай, давай, давай. Хорошо, кто написал, кто написал, нет, это слишком легко, кто написал, мастер Маргарита? Куприн. Блядь, если бы это Куприн написал, то Маргарита была бы заправским моряком, матросом портовым, вечно пьяным. А вот не факт, а вот не факт. А Куприн, между прочим, это лучший писатель, классик русский. Сколько он тебе дал, чтобы ты это сказал в эфире? Нисколько. Что, ради искусства принципиально, значит, работаем, да? Да. Я читал у него такой рассказ, пошловатенький немножко, Гамбринюс. Покемон Го ты у него читал рассказ, да, в 2015-м, когда это еще релевантно было. Не, ну я играл в Покемон Го, когда это было релевантно, но нет-нет, я Гамбринюса читал значительно раньше, где-то в году 2008-м, дай бог памяти, в 2007-м. Я в то время годы на даче коротал, и у меня было мало что делать, поэтому я читал пожухлый, пожелтевший, старенький, Томик Куприна. До дыр зачитал его, было очень скучно. Потому что оно всюду, на всех дверях, по-моему, в игре. Ну, блядь, да. И вообще нам не сюда. Мы, конечно, хорошо делаем, что карту открываем и все такое, да? Это за это похвалить можно только, но, блядь, да. Но мы плохо делаем, что мы не проходим ничего, фактически. Нам нужно идти в комнату с сундуком, я даже знаю, где она. Окей, 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 окей. Ребята, держите его за его слово, окей? Вы можете меня за мой влажный язычок держать. Можете его и за язычок держать. Потому что он не лжет никогда. Этот язык никогда не лжет. Даже после того, где он побывал. Этот ядовитый язык. Раздвоенный. Как у Гарфии. Как у лемура пенис. Какое там твое любимое животное. У ехидны, у ехидны. У ехидны, да. Да. Я это знаю, потому что я смотрел летсплей на Соника. Порно смотрел, наверное. Летсплей на Соника, нет. Летсплей на Соника. Порно смотрел с ехиднами. Ну, кстати, я смотрел несколько зоопорн. И чем гордишь? Ну, не такие, где люди были с животными. Это слишком легко найти. Я смотрел конкретно, типа, Animal on Animal Sex Action. Блядь, ну, эту хуйню и на Ютубе, наверное, можно найти. На Ютубе в разделе Прекрасное. Для милых там. Да, да. К 8 марта ей. Подарки для нее. Посмотри, как лев ебет косулю. Горячо. Кстати, знаешь, что меня всегда пугало в животных? Ну. Что у них 4 ноги? Не, но у меня тоже по утрам. Не, у тебя по утрам 6. 6. 6, да? А какие еще 2? Костыли? Ну, это уже к тебе вопрос, какие еще 2. Ебаный в рот. Я не знаю, я, блядь, заблудился в этом говне. Ты же говорил, что найдешь. Я только знал, как сюда попасть, и потом я перезнал. Ты же обещал. А, все, 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 не сопи, я понял. Я все понял, нахуй. Франциск, ты же обещал. Франциск, а почему ты меня заставил так назваться? Я тебе ничего не заставлял. Ты сказал перед этим выпуском, представься Франциском, и я кульную смешнуху отколю. Хуей, да, если бы я тебе позвонил в 3 часа ночи и сказал, что тебе под пояс нужно броситься, ты тоже это сделал? Что ты выдумываешь? Ну, я бы, может быть, прям не бросался бы, нахуй его знает. В том-то и дело, в том-то и дело. Это от настроения зависит более, чем от чего-либо другого. А это должно зависеть от, понимаешь, от здравого смысла и от любви к родным и близким, а не от чего-либо более того. Ты против суицида? Я против суицида, я не поддерживаю суицид. Говорят, ребята, если вы подумываете жизнь самоубийством покончить, то у меня плохие новости. Вы этого не сделаете. А почему они не сделают-то? Мне кажется, многие очень близко сейчас. Потому что, чтобы жизнь с суицидом покончить, нужно хотя бы чуть-чуть не быть трусом, окей? А сейчас они все побегут тебе доказывать, что они не трусы. Ну и пусть доказывают. Главное, пусть лайки поставят под видео и все такое. Ну, блядь. Видео сначала выйти еще надо. Так, а когда оно выйдет, тогда и поставят. А если они убьют себя до этого? Да не убьют. Не убьют. Нужно кохонос. Жить есть слишком для... А, блядь, опять ты с этим струц. Не-не-не, есть смысл жить для чего. Ребята, есть смысл жить. Ради матери. Живите ради матери. Если больше не для кого. Понятно, что больше не для кого. Никому ж не нужны. А мне это нравится, я поэтому этот канал и держу. Потому что мы, ребята с вами, мы армия ненужных. И это хорошо. Схуя ли это не нужно? Ну, мы с геймоголиками, я не знаю насчет тебя. Нет, чувак, ты-то, Федор, ты много кому нужен. Ну, я же просто... Это я с геймоголиками на короткой ноге. А я такой же, ребята, а я никому не нужен. А это Федор, а Федор он крутой. Ты мне жаловался. Ты мне говорил, что ты от геймоголиков прощения требуешь. А я требую от вас прощения, ну, как равный у равных. А Федор, он... А за что тебя прощать, объясни вот. Как это так? За что меня прощать? А меня не за что прощать. Это я должен прощать. А за что ему тебя прощения просить? Давай вот так перефразируем. Как за что? За то, что... Вот, я выпустил игру Палач, а там только два комментария на данный момент. Ну, хорошая игрушка, конечно. Спору нет. Короче, блядь, смотри, вот я тебе сейчас зарисовку шлю по факсу, да? Мне надо вот в эту комнату попасть. Так как, блядь? Как нахуй? Вот, блядь, видишь, видишь вот это вот? Да, блядь, не попадешь оттуда где-то сейчас. Мне надо, видимо, наверх подняться и потом по другой какой-то лестнице вниз спуститься. Или... Или... Не... Я думаю, это вот здесь надо мне вниз спуститься будет. Ну, да, да, да. А как, блядь, сюда попасть нахуй? Ну, тут уже вопрос на миллион. Ну, подожди. Вопрос на петуха. А, я все понял, я все понял. Не надо, не надо мне тут. Ты уволен. Я сам найду. А, блядь, здесь тупик ебаный. Опа, нигде. А поздно, а поздно. Я уже миллионы заколачиваю на канале. Ай, блядь. На канале, на канале Брансон. Да, 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 вот. Ай, спелся с Брансоном. Не стыдно? Не стыдно. Вы там ведь что, ведьмака вместе проходите, да? Проходим. А ты тут свою игру на Sega Mega Drive играешь. Ну, блядь, ну, ебаный в рот. Почти ведь, почти. Вот эту вот стенку бы пробить и будет. И было бы. А вот нихуя. А вот-то нихуя. А нихуя, блядь. Ну, и что? Тут тебе уже никто не поможет. Ну, ебать. Ну, может быть, здесь дырка в стене? Нет, нихуя тут нет. Ни дырки в стене, нихуя. Ну, блядь, помет ебаный. Ну. Охуеть. А как вообще? А как вот выйти? Давай помозгуем. А вот, допустим, если я выйти бы хотел, вот как бы у меня было бы выйти? Ну, откуда я знаю. Давай потыкаемся в разные стороны. Ну, блядь, потыкаемся. Сейчас опять амазулы налетят. Я, блядь, их знаю. Мне каждый шаг, блядь, со страхом дается. Да мы этих амазуль побеги. А если бы здесь перепрыгнуть бы можно было бы? Как было бы охуительно, ну? Не делай этого. Нельзя, я знаю. Вот пизда, блядь. Вот пизда, нахуй. Алехандро. Не делай этого. Не, блядь, я не могу. Я не могу, чувак. Я не могу, мэн. Это же просто, блядь, жопа. Ну, ты расскажи им что-нибудь интеллектуальное пока. А то у меня, блядь, здесь как лицо Марции Пай в секунде до блоу-джоба зависло. Я не могу, блядь. Ребята, 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 ребят, пока там Федор что-то рожает, играли в Cuphead. Ну, ты нашел, чем разбавить, конечно. Такая классная игра, кстати, дико сложная. Дико сложная. Ну, и стилизация под мультики 30-х супер. По-моему, просто супер. Просто супер. Ну, дико сложная, кстати, очень трудная. Да хуя сложная, да хуя. Игра Cuphead. 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 Как C-U-P-H-E-A-D. Cuphead. Cuphead. Да все они знают про Cuphead уже. Ты что, есть даже русский ревью от Мэйн Дисона. Я понимаю. Я просто говорю геймоголикам, что если что, есть такая игра Cuphead. Офигенно сложная. Офигительная игра, блядь. Ну, кстати, охуенная стилизация под мультики 30-х. А вы мультики выросли на мультиках Disney, правильно? Мультики Disney выросли, да? Выросли мультик. Вы выросли в мультиках? Это очень охуительный мульт. Мультик вырос? Это очень интересная мультяшка, у вас вырастет, когда вы его увидите. Очень сложная, правда, очень сложная. Очень сложная, но осторожная. Ну, такой классный. Это инди, кстати, игра. Это инди, да. Всего лишь 50 аниматоров было нанято. 50 аниматоров, издатель Microsoft. Да, да. Ну, кстати, афигенная игра. По-моему, супер просто. Это показывает просто, что, знаешь, все эти крупные, крупнобюджетные студии, да, которые имеют вообще возможность финансовую на консоли выпускаться. Такие, как Microsoft, например. Такие, как Microsoft, допустим, да. Ну, да любая студия, даже CD Projekt Red, у которой есть 50 аниматоров в составе. Да, да, да. Или, или, или... Ну, их скучные игры. А вот инди, они попадают видением. Slow Bro Interactive, да. Да, Slow Mo Interactive. Вот, это охуительные игры клепают, пацаны. Cuphead. Cuphead, охуительная игра. Вы видели Cuphead? Вид сбоку. И... 2D стрелялка Sonic Shooter. Sonic, Sonic Shooter, Autism Edition, Охуенная стилизация под мультики 30-х годов. Я не могу, я сейчас насру, блядь. Я бы лучше играл в стилизацию 30-х годов, блядь, чем искал бы этот выход 100 тысяч лет. Это, блядь, это вот как у нас, у нас в колхозе такое называли веревочный плетун. Веревочный солдатик. Веревочный солдатик, да. Ты что, со мной в одном колхозе, может, был? Так мы ж учились в одной школе. В школе жизни? Это школа капитанов. Там я научился вот купить из стаканов. Ха-ха. Ой, блядь, начинается. Пападос, пападос. Вот кого-то. Пападос как есть, пападос как есть. Cuphead, кстати, вот там такие пападосы бывают. Cuphead, это сложная игра. Ой, блядь, как... Дико сложная, но очень классная. Вознаграждает за паттерн знания. Это инди, чувак, это инди, между прочим. А я, я, кстати, я вот, когда у меня есть выбор, купить игру, которую сделали всего лишь 50 аниматоров Microsoft. Как минимум, как минимум. Вот. Я всегда беру именно такую, потому что это как бы инди-игра. Это инди-игра, да. 50 аниматоров, только аниматоров, издатель Microsoft. Очень, кстати, классная стилизация. Но задумка изначальная всего лишь двум людям принадлежала. Мужчине и женщине. Мужчине и женщине, чувак. Это как этот вот спейс. Ну ты, ну ты пиздобол. Погоди, я ж не сказал, кто мужчина, а кто женщина. Я не знаю даже, какая разница. Это, если я мужчина, то это значит, что я с женщиной летсплей записываю. У меня друзей нет нормальных. Так это круто. Ты записываешь женщину летсплей. Это значит, что тебя будут... Нет, не будет у тебя больше людей на сами слушать. Меня буллить будут больше. Ну буллить будут больше. Нет, никто не будет буллить. Наоборот, все будут очень вежливые в комментариях. А, чтобы кто-то не обидит. Ну да, да, да. Никто не будет писать, короче. Ну знаешь, другая сторона вопроса. Другая сторона вопроса. Что не будет особо много просмотров. А почему? Потому что каждодневный сексизм, чувак. Погоди, а если она в юбочке будет каждый раз в разной? Так, блядь, а как мы сейчас записываем, вот наши ебальники видно? Ты вебку включил? Ну я бы, если бы у меня была девушка бы со мной в записях, я бы просто вебку бы под стол бы поставил. Надо бы в юбочке бы сидела. Там бы шла трансляция просто чистой ее брухли гнилой. Ее помойной брухли. Это бы набрало метку для нашего улья. А где твое лицо тогда было бы? Опа, а я выкрутился, чувак. Надо сохраниться, блядь, мэн. Ой, слава тебе. Я нашел, я нашел этот единственный коридор на нашей карте. Ой, блин, лишь бы не расстрельный, лишь бы не Будулая. Да какой Будулай, нахуй? Не будет тут Будулая тебе, смотри. Хуяк, хуяк нахуй, вот и все. Будет здорово. Спасибо, спасибо, блядь. Так, короче, мне теперь надо сохраниться и где-то здесь применить липучую вонючку. Липучка вонючка, по-моему, у Федора была. Ну, конечно, это его жена. У меня жена горячая, горячая. Бросай ее, ей нужны только твои деньги. Прописка. Прописка в крупном. Чувак, она еще маленькая слишком. Прописка в крупном. Она маленькая еще, чтобы такой хуйней маяться. В региональном центре, все. Нет, бросай ее немедленно. Кстати, блядь, вот, да. В уровне федерального значения. Почему у нас Deadly Poison? Окей, блядь, похуй. Нет, я ее не брошу, я ее не брошу, потому что она хорошая. Но, кстати, я тебе забыл сон рассказать свой сегодняшний. Потому что мы весь день сегодня летсплеи пишем, блядь. А мне сегодня приснился охуительный сон. Короче, дико странный, кстати, чувак, дико странный. Я прямо проснулся, и у меня, типа, как чувства были, знаешь. У меня, типа, как в глазах чуть ли не прослезилось. Типа, я был такой, как типа, ой, блядь, это было глубоко, кстати. Это было реально глубоко. Но погоди, у меня сейчас интеллектуальная деятельность вся уходит на то, чтобы этот глупти-глуп найти. Может, у Юры? Блядь. Ну у кого, блядь, у кого из этих кусков говна ебаного? Вот, вот, вот. Ну, что-то случилось? Нет. Давай здесь. Мне надо его где-то примен... Блядь. А че ты сундучок не открываешь? Потому что он ускальзывает. О, вот, 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 смотри. The chest is caught in the gloop. Сундук был пойман в слизи, которую вы разлили. Окей. Ну и че дальше? Сейчас я сохраняюсь. Во-первых. Угу. А во-вторых, я его открываю. Инспектирую его, Юра. Так, ре-е-е-е-о-ф-у-ай. Так, дизарм. Давай, дизарм. Блядь, я должен был записать это. Да, вот здесь вариантов побольше, конечно. Вот, есть Ray of Enfeeble. И там нету D. Умница, умница. Спасибо. Ну, у нас скила не хватило, но мы знаем верное решение теперь. Опа. Круто. Один костяной камень. Один костяной ключ. О, это, наверное, или ворота. Короче, в любом случае, все, игра пройдена, ребята. Игра пройдена, ребята. Все, можете выключать свои компьютеры. Да. Так, хорошо. Кто ключ понесет? Афина. Отлично. Стрелы. Ну, нахуй мне стрелы. Ладно, я возьму немножко стрел, может быть. Что, думаешь, торговцев встретишь где-нибудь? Блядь, ну да. Ну, надейся, надейся. И древняя пыль. А что древняя пыль делает? Древняя пыль? Это твоя жена. Чувак, чувак. Она еще несовершеннолетняя, Даш. Камон. Ну, она недавно. Да, мой сон. С недавних пор совершеннолетняя. Ну, чё-то нет вообще-то, нет. А, нет? А, ну возраст согласия уже, в принципе, есть. Ну, уже год. К сожалению. Окей, к сожалению. Ну да. Но не о том мой сон. Ну да. Короче, смотри. И ты единственный, кому я доверяю эту хуйню. Потому что, мне кажется, это какая-то фрейдистская хуйня была. Если что, знаешь, где-то... Опа, это что такое? А что, это открыло? Это вот уже к тебе вопрос. Ну, ты давай сон свой вспоминай. Припоминай свой сон. Ну, короче, мой сон... Что там мой сон, блядь? Сон хуём. Короче, мне приснилось, типа, что... Что, короче, типа, как... Какая-то, как, типа, как крестьянская вечеринка. А, нет, 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 нет. Мне приснилось, что я снимаюсь в фильме, короче, да. Вместе, типа, как... Я играю как злодея, короче, да. Я не удивлён. Нет, 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 нет. Наоборот, наоборот. Я играю как, типа, нейтрального персонажа. Ну, пришёл отмазываться, окей. Ну, или злодея. Я не помню точно. Ну, короче, мы бегаем, типа, по такой, как, типа, галереи... Галереи, типа, подземной. Ну, как, хуй знает, как станция метрополитена, только с кучей, типа, спусков, подъёмов, типа, абсурдных лестниц, которые... Ну, окей, 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 окей. И всюду такое, типа, как голубоватое свечение от всего, да. И, типа, пароли, пароли, по сути... Блядь, да какого хуя? Ты что такое говоришь? Я что, голубой, по-твоему, да? Чувак, я бы... Я розовый, мне бабы нравятся. Я из розовых. Ты лесбиян. Я лесбиянка-мужчина, мужское тело. Так шутили раньше в школе, вот в мои годы, когда кого-то пидором называли, он говорил, а я лесбиянка в мужском теле. А сейчас такая ориентация реально есть. Вот век живи, век учись. Пососали хуйца, да? Шлюхи. Вот. Ну так, ладно, окей, давай. Да, да. О чём мы говорили, да? Ты на колхозной дискотеке. Блядь, нет, это был как сон охуительный, да. Ну, вот, типа, я должен был гоняться за главной героиней фильма, потому что то ли меня как вживили что-то, то ли я по своей воле, короче, убить её нахуй хочу, да. Угу. И, короче, там надо было бежать, типа, как через... Да, это была как колхозная выставка, потому что там был стенд со свеклой, это я точно помню. Это неудивительно. Ну да, блядь, я свеклу же хуярю постоянно, я уже месяц ем только свеклу, короче, в реальной жизни. Ну вот, блядь, да, и, короче, смотрите, ребята, что происходит, да. Мне надо было за этой... А героиня фильма главная, это маленькая девочка. Угу. Лет, я бы сказал, лет десяти-двенадцати, где-то так, да. Угу. Ну вот, и, короче, это дико странный, блядь, сон, короче, смотри. И она такая, знаешь, она такая, типа, как худая такая, да, у неё такие соломенные волосы такая, она чуть-чуть загорелая такая, и в таком легком платье, без таком маленьком, да. И она, типа, оборачивается Ко мне и начинает меня какую-то магию Кастовать, короче, да И тут я слышу, типа, как снято Снято по своим местам, все актеры По местам, по гримеркам, по гримеркам Актеры, и, типа, ну, я на полушаге Останавливаюсь, она тоже Перестает магию кастовать, короче Эта девочка, да И, типа, она такая, типа, о, господи, наконец-то Я так устала от тебя бегать, я так устала От тебя бегать, Федька Я такой, типа, ну, блядь, ну Такая у нас роль, нам за это деньги платят камон, типа, не расстраивайся. Она, типа, да-да, вообще, блин, я сейчас вот просто вот плюхнусь, короче, от усталости, и мы пошли с ней в гримёрку, короче, она просто как падает на диван, да? Я вижу, что у неё немножечко на виске, типа, она лежит на боку, типа, ну, как один висок у неё на диване, а другой вверх, типа, к потолку, да? Ну, потому что она на боку лежит, да, понимаешь? Да, да. Ну, вот у неё, короче, верхний висок, типа, который у меня виден, он у неё свекло испачкан, свекольный кашурой, блядь. Ой, свеклой, лим. Не, свеклой, типа, фиолетовый именно такой, да? Ну, вот, короче, я тебе такой, а я сейчас тебе помогу с этим, не дёргайся. Я становлюсь, короче, с тебя... А, мы знаем, как ты любишь свекло. Это правда. Я, короче, остановлюсь с тебя, как на... Я как, типа, нависаю над ней, я как перегибаюсь через какой-то этот диван, на котором она лежит, да? Я начинаю, как, типа, слизывать свеклу с её лица. Я знал, что к этому идёт. Я такой, типа, как... Реально вылизываю, нахуй, свеклу с её головы, да? И, типа, знаешь, как я... Я, типа, дико поглощён над этим. Я такой, типа, ммм, какая вкусная свекла. Ох, какая хорошая свеколка, блядь. И я за этим кайфом своим, типа, свекольным, да? И не замечаю, что девочка плачет. Ну, это понятно, почему она плачет. И я, типа, смотрю на неё, я такой, типа, типа, что ты плачешь, дурочка? Она, типа, я понимаю... Я не плачу, я... Я понимаю, что... Что я сама виновата. Я сама виновата. Что я с тобой... Восла в эту дверь. ...на съёмки пошла. Да, блядь, нужно думать, нахуй. Но я ей даже... Я бы никогда не сделал такому чудесному существу ничего плохого. Я просто хотел... Просто свеклу вылизывал. ...свеклу слезать. Только и всего. Ну, а как это ещё воспринять можно? Что оно... А что ты... Я, кстати, когда проснулся, первое, что случилось, я разозлился. Ну, чувак, это очень... Это очень suggestive, знаешь. Допустим, у меня был бы пенис, скажем, в свекле измазан. Ты бы его тоже стал вылизывать? Я бы тоже подумал, что ты пытаешься меня изнасиловать. Ну, нет, но если бы это была маленькая девочка, типа, ну... Её пенис был бы измазан в свекле. Ну, не пенис. Если не пенис... Ну, знаешь... Это страшно... Это страшновато. Я не говорю, что я бы не подумал. Это страшно просто. Ну, это страшновато. Это не страшно, это нормально. Это немножко страшновато. Жутковато. Это... По-моему, это не страшновато. Ты мне можешь свою дочь доверить. Нет. Ну, пожалуйста. Нет. Я заплачу. Варвара, варвар не будет с тобой. Нормально. Ты же знаешь, что у неё вместо крови свекольный сок. Блядь. Ну, вот, короче. И, типа, я проснулся. И первая моя реакция была, когда я проснулся, это была именно злость. Как, типа, хули ты распизделась там, блядь, нюни развесила. Пиздец, блядь. Так бы и въебал разок. Тебе дело доброе делают, а ты, ты артачишься, как свинья какая-то на лесном бульваре. Это как понимать? Ты что, ты что, огородное пугало, что ли, увидела? Нет. Это такой же профессионал, как и ты, актёр. Взрослый мужчина. Явно у меня ролей больше, чем у этой пизды маленькой было. Я бы её продвинуть мог, если бы она просто бы не сопротивлялась. Если бы она вытерпела бы просто. Ну, нет, это всё шутки-шутками, ребята, но в секс-трафике в США погибает миллиард детей в каждую минуту. Поэтому это очень грустно. Ну, вот, короче, да, ну, это просто свекла была, просто свекла. Окей, я и на суде так скажу. Это была просто свекла. А почему тебе пришло в голову вообще начать вылизывать свекло? Это сон, логика сна. А, ты играл в ЛСД Dream Simulator? Нет, не играл. Ну, знаешь, компьютерные игрушки для детей это плохая отмазка в суде. Ну, блядь. Окей, 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 Фёдор. Если ты завтра, допустим, расстреляешь весь офис или что-нибудь такое, это может быть отмазкой на суде. Но, ну, блядь, ну, никогда ты насилуешь ребёнка или пожелудишься? Да чё, чё я насилую? Я сразу насилую. Я, может, не насиловал её. А что, если насиловал? Я бы такого себе не позволил. Это слишком большая роскошь. Ну, ты любишь роскошествовать. Я сладкоежка, это правда. Ты известен как гедонист. Я гедонист, я люблю удовольствие, я люблю, типа, погружаться в удовольствие, может быть, немножко даже. Как Лил... Как Лил Вейн. Да-да-да-да-да-да, мы с Лил Вейном два главных гедониста. Но я ещё не сидел пока со своим гедонизмом. Легендарный гедонист Лил Вейн. Меня не опускали пока что за мой гедонизм. Но после этого видео, думаю, опустят, конечно. Опустят, опустят. Нормально. Значит, нормально. Значит, всё правильно делаю. Блядь, ну вот ебать, вот за это я ненавижу эти ёбаные лестницы, нахуй. Чувак, вообще-то пора уже заканчивать визарды, надо гримуары начинать проходить. Действительно хорошую игру. Блядь. Я просто пока что промолчу. Блядь, чувак, Клифф, наш старый знакомец Клифф, золотой младенец, он веники не вяжет, что он, блядь, он знает, что он делает. Лучше бы он не упускал, лучше бы он ещё 10 лет нас мучил лучше бы. Я думаю, Клифф хотел этого, но что-то, видимо, пошло не так. Сын, наверное, избил. Да-да-да. Пенсия ветерана пожарных войск уже как бы недостаточно было для удовлетворения его наркозависимости. Какие эксклюзивные мемы, блядь. Я думаю, что никто не поймёт, о чём мы сейчас. Чувак, гемоголики поймут, эти ребята поймут, они в теме. Думаешь, у нас кто-то с кодекса есть? Чувак, они все на кодексе, блядь, живут. Ставь лайк, если с кодекса пришёл. Да, и ставь дизлайк, если ты пидорасы мать свою ненавидишь. Ну, блядь, один из чертей с кодекса, я думаю, здесь может поставить. Ну, да, да, один может. Не будем винать этого белого говноеда. Ты знаешь, что мы о тебе говорим сейчас. Ты знаешь, пидорасы мы. Питер. Какой, блядь, кусок говна ебаный, блядь, претенциозный шут. Блядь, серьезно, блядь, чувак, даже не поднимая эту тему, я боюсь, что, блядь, я немножко из характера выйду с этим говноедом. Да, да, пошёл он нахуй. Всё, да, гемоголики, спасибо за просмотр. Спасибо, что Павлу Астахову меня не сдадите. Вот, за мои сны крамольные, за мой ронгфинг. Вот, на самом деле, я своих бледей, как и своё мороженое, как и свои консервы, предпочитаю 30-летней давности. Вот. Того, что перчик на языке чувствуется лучше. Предпочитаю со вкусом говядины. Блядь. Ну, вот такая вот хуйня, но, блядь, там, где мы сейчас записываем, у нас приблизительно, блядь, хуй знает уже сколько времени, поэтому мне сейчас хочется просто почистить зубов, поесть пирога, лечь спать нахуй, все дела. Так что, ребята, давайте там. Всё, пока, пока. Пока. Сейчас как это остановить. Удачи. Продолжение следует...